здравствуйте дорогие подписчики сегодня у нас будет обзор на живом примере ланцетов экстракторов крючков для щук в общем какие они бывают наиболее распространенные два типа это универсальный универсальный вот такой инструмент и хирургический лацет экстракторы значит показу вот этот хорошо подходит в качестве инструмента то есть его помощью мы можем как достать крючочек так и обрезать плетеночку зажать обжим но обжимные различные трубочки попережимать колечки и так далее то есть это универсальный инструмент как бы ножнички плюс экстрактор крючков ну и второй вариант он не такой универсальный более специализированный это вот такой хирургический ланцет да вот им значительно удобней таким инструментом таким экстрактором работать и извлекать крючки где что хорошо работать сейчас я вам покажу на примерах значит нам понадобится земник о земнике вы можете посмотреть видео лайфхаках советах секретах вот здесь вот вот здесь вот вверху вот сейчас там будет ссылка о земниках я ее снимал на самом деле буквально пять минут назад но при желании можно посмотреть знать что мы делаем вставили земник щука заглотнула крючок достаточно глубоко то есть практически там в горле значит что мы делаем это небольшая щучка то есть теоретически мы можем как-то исхитриться и достать но как вы видите даже в небольшой щуке стандартным экстрактором достать и вот таким универсальным инструментом не могу не удобно я могу порезаться это у меня было неоднократно поэтому мы возьмем ланцет он более длин и спокойно извлекли крючок фактически из горла щуки после извлечения ребята обязательно проверили флюрокарбон на целостность обязательно делаем ну чуть-чуть поцарапано незначительно еще и использовать сегодня по крайней мере можно будет потом обязательно заменить или перевязать виталик вот книг так а теперь 8 более крупного товарища это щучка около двух с половиной килограмм виталит и Ну что, тут я вам скажу, ребята, тут даже ланцет не поможет, заглотнула, щука по самое не хочу, поэтому тут только вскрытие покажем. Выдирать сейчас желания нету, необходимости нету, заглотнула она глубоко, тут даже такой ланцет не поможет, потому что в желудке, как бы так, для этого нужно иметь, для такого случая нужно иметь запасные поводки. Ну у нас, я обычно беру 3-4 запасных на рыбалку, сегодня я взял 3, как бы, или 2, не 3, 3, по-моему, или 2, ну не важно, часть, вот все-таки у нас один запасной еще имеется, ну как бы так. Поэтому, все-таки вернемся к нашим баранам, дай мне, пожалуйста, универсальный инструмент. Для экстрактора, для доставания крючка из пасти щуки, я рекомендую вот такой ланцет. Для мелкой щуки, то есть до килограмма, в принципе, хватит вполне и вот такого. Ну, на более крупных можно исхитряться, но если они не глубоко заглотнули. Ну и по окуню, опять-таки, работа вот таким инструментом с окунем вполне достаточно, легко извлекается, там, опять-таки, всякие обжимные трубочки, кольца, груза, обжимать вот этим легче, ну и резать леску, плетенку и так далее. Если вам понравилось видео, ставим класс, подписываемся на канал, смотрим, если что-то еще вас интересует, смотрим в рубрике, лайфхаки, советы, секреты, либо в обзорах снастей, ну, нужную вам информацию. Спасибо за просмотр, всего хорошего, ребят, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok